Я сейчас быстренько то, что не диктовала, просто в арканах покажу. Тут маккарты будут, поэтому уже и второе маккарты. Вот у нас результат проделанной работы, то, что мы сделали с ваджерами и с крайней сакральной волной, пройдясь по всему телу, по всем суставам и так далее. И, значит, какой-то было до этого, до начала сеанса, повешенной и много работы. Ну и жертва трудоголик, и очень много было работы по переосмыслению, и переосмыслению жертвенности в том числе, и жертвы на ежедневной основе, тут все было. В чем это выражалось, куда ты могла прийти, оставаясь в этих стратегиях? Ну вот к таким бессонным ночам, к страхам и всему остальному. Страху авторитета, страху прохождения уроков, страху высших сил в твоем случае. Страху несоответствия, звучит. Что-то такое там у тебя, чье-то мнение тебе было важным. Значит, ну тут стандарты отцовские, скорее не религиозные, а просто социальные. Ну, какая-то сейчас, у нас прошло минут сорок. Стабилизация энергии, закрытость. А если учесть, что мы там сняли минимум четыре вида внедренной энергии, застарелые, и еще там несколько разного всякого, то окей, закрытое поле, в этом и суть, мы кокон строили в итоге. Опять-таки стабилизация двойка жезлов, переосмысление прошлого, потому что там серьезные паттерны ушли. Если помнишь, там четыре гроба было, очень интересные образы. Но, да, закрытого очень много было. И стабилизация, закрытость, понимание своей ценности, вообще стабилизация в материи. Оглядываешься еще назад, судя по всему, но уже устойчивый. И все эти карты про внутренний мир, не во внешний. Если королева Пентакли еще во внешнем может что-то сохранять, приумножать, то вот эти две карты про уход в себя. И на уровне энергии, и на уровне земли, и финансов, и ресурсов. Ну вот, стабилизация, то, что надо, если мы по телу говорим, но королева Пентакли, что лучше может быть. Куда тебя ведет это? Какие стратегии новые? Как ты будешь развиваться, уже имея то, что на данную секунду имеешь? Вот тройка Пентакли, развитие дальше пошло. Шаг назад из закрытости. Переосмысление. И вот новые творческие планы, порывы, движения пошло. Что вообще происходило? Как Поля Таро видит и результат, и сам этот сеанс? Не короткий. Сколько мы? Час? Больше даже. Из вот этого невидения шансов застоя, эмоционального тела и всего остального, мы отсекаем вот эту хандру, и там были программы. Не буду их озвучивать. Проясняем, отсекаем и поднимаемся над этим вибрационно. Идем к своей мечте. Выясняем, проясняем мечту. Если у этого товарища точно он не знает, что хочет, потому что он присыщен, то здесь идет четкое отсечение одних энергий и осознание других энергий. Теперь мы там работали через лексикон Ябьюм, через тантру, через ваджру и через крайне-сакральный ритм волну запускали. И интересно, как показало, почему я снимаю. Но я улыбнулась, когда продиктовала, а теперь, когда надиктовывала. А, кстати, здесь на дне у нас еще наблюдение за собой, обучение. Вот именно наблюдение идет. И неизвестность, что там будет дальше. А дальше под ними идет переосмысление. Опять-таки, все карты углубления в себя. Потому что, ну, очень гигантская работа. Это там недельку можно ходить, 4 дня минимум. Может тело проявлять себя по-разному. Можно видеть эти вращающиеся атомы. Тут очень много вращения будет. Очень много всего будет видно. Золото, свето, алмазов. Там алмазные энергии в ажере работали, представили. Так, значит, что дальше? Снимаю-то я не из-за этого. Снимаю я из-за того, что первыми после окончания сеанса у меня под рукой оказались маг-карты. И я просто спросила, что это, ну, что было, как карты видят весь процесс и их результат. Поехали. Вот такая ты была. Темная история быть использованным. Еще с детства. Что использовали. Это причиняло стресс, общение с близкими, вообще с любыми людьми, потому что постоянно подсасывали. И те гробы, которые мы подоставали, и всякие склепы, и похоронные процессии, и закрытые темные помещения. Это вот карты очень-очень четко показывают эти тени. Дальше идет энергия дружбы. Смотри, из парадигмы использования и манипуляции переходит в сотрудничество, в дружбу. И вот то, что ты видела из темноты, мы прорубали эти лучами свет в каждой чакре, в каждом суставе, в каждых центрах, в диафрагме, везде. Вот он. Готовность в новую исцеляющую историю. Дальше те световые картины, которые ты описывала, те прорывы, те энергии в теле, которые ты ощущала. И вот это свечение, особенно в солнечном сплетении, тут оно прямо рядом с солнечным сплетением и есть. Карта чуда. Я просто не могла, надо было это снять. Но вишенка на торты для меня вот это. Я сама себе делаю эти сеансы, поэтому... Ну, сама их про... Они, в принципе, для меня когда-то родились, когда я себя прорабатывала. Поэтому я знаю, что ты испытывала, и я знаю, какой энергией я работаю. И там это идет через... Мы прорабатывали же многое, сакральную чакру, и звук, и свет, и волна шла через это все. То есть там важра работала, и там работала... Вот именно лексикон Ябьюм, тантрические энергии. Смотри, что в конце. Тантрическая сила, исцеляющая история. А? Прямо сакральная чакра с этим объединением. Там, кстати, венерианское приветствие, когда... Хаторское. Когда до локтя соединяются энергии. Ну, чтобы кольцо сердечное создать. А? Класс! Вот даже не знаешь, какой оракул, когда просто под рукой там было пару колод, и я... Ну, первая попавшаяся еще, будучи в этом состоянии, просто подхватила и начала доставать из мешочка 4-5 карт. А потом развернула их. И когда энергию тантры нашла, через которую мы все это и проводили, и даже волну и крайне сакральный вид... Ну, блин, ну, классно! Чудо и тантрическая сила. Ну, я тебя поздравляю.